В Приморском крае существенно выросла стоимость полисов ОСАГО. Чем обосновлена данная тенденция, какие законодательные инициативы способны помочь автолюбителям и как мошенники связаны с ростом тарифов в расследовании 8 канала. В Приморском крае один из самых высоких тарифов по ОСАГО, на 10% выше, чем в среднем по стране. А по сравнению с прошлым годом стоимость полиса в регионе выросла на 16%. По мнению экспертов, в первую очередь это связано со спецификой региона. ОСАГО в Приморье убыточна для страховщиков из-за дороговизны восстановительного ремонта. Автопарк Приморье – это в большинстве не новые автомобили, чаще праворульные. Из-за этого их ремонт зачастую обходится дороже, чем стоимость самого автомобиля. Например, только одни фары могут обойтись без учета работы в районе 100 тысяч рублей, а стоимость всего автомобиля может составлять 250 тысяч. Проблемы в ОСАГО неоднократно обсуждались на уровне правительства Приморского края. И страховщики для решения проблемы выдвинули идею пилотного проекта в регионе по организации ремонта по ОСАГО БУ с запчастями. По мнению страховщиков, нововведение позволило бы существенно сократить убытки и от действий мошенников, имитирующих ДТП и обращающихся потом в страховую за денежную компенсацию дорогостоящего ремонта. Использование БУ с запчастей позволит снизить стоимость восстановления авто, а значит и ОСАГО для конечного потребителя, и повысить его доступность. Так, жители Приморья из-за ситуации с мошенниками сталкиваются со сложностями при покупке полиса. Мы решили узнать, автомобилистов согласились бы они на ремонт авто с использованием БУ запчасти, если бы знали, что будут меньше тратить на ОСАГО. Ну, у меня машина восьмого года, поэтому не вопрос, в принципе. Главное, чтобы вовремя отремонтировали. Ну, а почему бы и нет? Я и сам иногда чиню машину. Так лучше уж купить БУшную, контрактную, но оригинальную запчасть, чем неизвестно какую. Не оригинальную, но новую. Даже не знаю, что ответить. Цена полиса, в принципе, устраивает, хотя, честно говоря, были сложности с его оформлением. Еще одной причиной роста тарифов ОСАГО в регионе является деятельность автоподставщиков. Приморский край в очередной раз попал в антирейтинг регионов с высоким риском мошенничества в ОСАГО. Преступники пользуются тем, что не все автомобилисты строго соблюдают ПДД и провоцируют аварии на дорогах. Причем у мошенников есть в городе самые излюбленные места, где организовать подставу проще всего. Во Владивостоке подставщики активно орудуют на дорогах с круговым движением и кольцевых развязках. Это и район Третьей рабочей улицы, инструментальный завод, район кинотеатра Москва, район кольца Багратиона, Гоголевская развязка под мостом. Мы давно и активно боремся с мошенниками и только в 2022 году в нашей компании было возбуждено более 40 уголовных дел по заявлениям нашей службы безопасности. Причем преступники активно используют праворульные авто, условно они покупают дешевую машину, подставляют ее в ДТП и получают выплату максимальную в размере 400 тысяч рублей. На эти деньги делают ремонт, используя детали с разбора, контрактные запчасти или авто доноров, соответственно, и потом на этой же машине они совершают новые-новые ДТП. Таким образом, для снижения финансовой нагрузки на автолюбители Приморья необходим целый комплекс мер, включающий внесение поправок в региональные подзаконные акты, учитывающие особенности нашего региона, а также принятие дополнительных мер по борьбе с мошенниками, силами страховщиков и правоохранителей.